Всем привет! Я участница марафона 3.0 от Ольги Валеевой. Сегодня я очень быстренько хочу рассказать о своих изменениях за эти два месяца. На самом деле, вначале я так скептически отнеслась к заданиям. Я читала, отрицала, не соглашалась и не хотела выполнять. Потом подбегала, ещё раз читала. Но думаю, ну другие же выполнять, значит, и я смогу. Перечитывала всё и выполняла. А потом, когда уже начали происходить настоящие изменения, большие, я поняла то, что иду по верному пути. За эти два месяца я научилась просить у мужа. Впервые за много-много лет я попросила его купить мне одежду. Я всегда делала это сама, чем жутко гордилась. Но тут впервые я попросила, он купил, после чего я полчаса прыгала на кассе. Он спросил потом, что эта женщина так мало надо для счастья. Я ответила, да. Он говорит, всё так просто. Я говорю, да, всё так просто. И главное, что самый большой кайф получил от этого я. Самое большое удовольствие от того, что я смогла попросить. Я начала просить у Вселенной, у Всевышнего. Все мои желания начали исполняться молниеносно, каким-то чудом. Я научилась полностью-полностью доверять. Сейчас я просто счастлива и просто плыву по течению. Я научилась даже просить у папы просто подарок какой-нибудь или что-то. Хотя раньше себе этого не позволял. И оказалось, что папа-то и не отказывает. И все мои просьбы выполняют с большим удовольствием. Он как будто все эти годы только и ждал, что я попрошу. Первое – это просьбы. Второе – это я научилась искренне служить своему мужу. Служить в плане том, что раньше я готовила, убирала, стирала. И ждала в ответ слова благодарности. Выпучила лобаски, смотрела. Он ничего не говорил. И я расстраивалась. Как это так? Я три часа проставила у плиты, а он не заметил. И где поклоны в мой адрес. А теперь я делаю это все с большим-большим удовольствием. Ничего не жду взамен от мужа вообще. И слова благодарности и спасибо сейчас слышу гораздо чаще. В-третьих, мы вышли на новый уровень отношений с мужем. Впервые за 9 лет я услышала слова благодарности. Не спасибо, а именно я благодарю тебя за то, что ты делаешь, за то, что ты меняешься, за все вот это. И даже два года назад, когда я начала все это изучать, начала читать книги Ольги Валяевой, у меня муж говорил, зачем, что это за секта, кто это такая. Теперь, когда я как-то неправильно выступаю, он говорит, иди еще раз перечитай книги. По-моему, ты что-то неправильно поняла. И уже смеется. Полностью принимает мой образ жизни. Если два года назад он говорил, что с тобой, почему ты носишь столько юбки, у тебя что, нет джинс. Сейчас он уже полностью-полностью-полностью одобряет мой внешний вид, мои образы. Если даже дома позволяю себе одеть лосины, он говорит, это что? У тебя такого не было? Это откуда? Ну, и он уже так привык, что даже не принимает меня, в чем-то кроме юбок и плача. Потом все эти два месяца я разбирала свой гардероб. Каждый день, по чуть-чуть. Я разобрала все. Я отнесла все в благотворительный фонд. Все, что я не ношу. Брала каждую вещь. Спрашивала себя, приносит ли мне она счастье. Нет. Значит, несу туда. Ежедневно я туда носила по пакетику, пакетику вещей. Сейчас в моем гардеробе только то, что заставляет меня улыбаться. Еще за эти два месяца я вела режим. Вставать в 6 утра. Теперь я делаю это без бутильника. И гораздо раньше даже иногда. Каждый день начинать с аффирмаций о том, какая я красивая, о том, какая я замечательная. Каждый день начинать со слов «Доброе утро, мир». Каждый день улыбаться. Ежедневно находить время для прогулок. Даже 5-7 километров. Но каждый день обязательно. Правильное питание. В принципе, все цели, которые я стояла на марафон, у меня все сбылись. Я все выполнила. Очень счастлива. Год не могла прочитать книгу «Искусство быть женой-музой». А тут сделала это за 2 месяца буквально. И получила огромное удовольствие. Видимо, пришло время. Видимо, теперь я к ней готова. Что еще? Про желание я про все сказала. Хочу сказать огромное спасибо. Слова благодарности Ольги Валяевой. Ее феечкам, ее команде. Девочкам, которые меня читали, поддерживали. А, ну, естественно, я нашла подруг, с которым мы до сих пор общаемся. И обязательно пойдем в какой-нибудь следующий марафон. Тем, кто меня сейчас слушает, я хочу пожелать большого-большого счастья, любви, понять, что такое предназначение быть женщиной, на самом деле, понять, насколько важно в этом мире найти свою роль. И научиться принимать себя такой, какая ты есть. Еще одна девочка хочет к нам в кадр. За этот марафон моя девочка даже родила мне шесть котят. У меня было такое желание. Я хотела шесть котят, и оно сбылось. И мы даже немножко в шоке. Теперь дом разносит маленькие пшистики. Всех благодарю. Всем спасибо, девочки. Верьте, что у вас все обязательно-обязательно получится. Субтитры сделал DimaTorzok